важная информация для адептов силы первое для самых продвинутых гайд 300 уже вышел оплата возможно с любой точки планеты сейчас будет переведен на английский вторая новость остальные гайды также доступны также оплата с любой точки планеты ребят залетаем сейчас будет гайд здоровья и сейчас на подходе гайд сотка в домашних условиях всех обнял поднял всем силы до пол прикручен и он и туда нужно до конца гость закатывать и сумками будем забегать прочь у меня есть собой бассейн мы с собой арм стол едем дикому лосю илью лаковцу макс true там еще очень много крутых ребятишек которые собираются в бобруйск сити блять бобруйск я только такого но только в интернете видел по телевизору бобруйск животные я слышу эту фразу интересно почему бобруйск давайте выдержка раз два три фотку еще все надо ладон давай с нами короче да такой более раскатистый стал беремовой его счет меняли он же сгорел у нас пугачеве ты же нас заставил записать видео прям не доехал хипануть и те люди которые пришли на биполярку из-за рэма зашли посмотреть чё с рэмом случилось а с рэмом ничего не случилось просто тюнинг развалился конструктив короче не полностью конструктив ребята переделали он теперь у меня более насыщенный выхлоп стал более прям такой знаешь как будто бы я до этого ездил на лада спорт в глушитель который воткнули отвертку а теперь я езжу на каком-нибудь я не знаю на бэхе м очки на которой ух ни хера себе дождь поэтому поедем конечно здесь а теперь я как будто бы езжу на какой-то м очки и там или на благородном реально в 8 таком раскатистом знаешь дорого прям наш люкс я делаю не то что тест-драйв рэма я еще делаю тест-драйв рэма на тюнинге что самое главное я делаю на тюнинге я делаю тест-драйв рэма на вот этой резине которые вот если вы хотите на рэме путешествовать вот который резину я поставил она к самая красивая на бэф гудрич на матерщика там но она самая красивая но она по трассе ну прям это прям фу то есть если мы сейчас с вами будет поворот входить и откроем газ морду будет сносить то есть морда будет не успевать то есть наш она не заслана не цепляется она цепляется только за счет полного привода гребет загребает она красивая да я не думал что на нем столько буду ездить потому что у меня был в планах купить поджопник как же рассказал гараж мечты гараж мечты это там должен быть спорткар он у нас есть он сейчас там подшаманивается мотоцикл то есть это две вещи которые делают реально твое настроение должен быть вот такой вот автомобиль судного дня ну то есть на случай апокалипсиса открыть автомобиль судного дня на случай апокалипсиса и должен быть поджопник какая-то машина в которую ты прыгнул он обязательно должна быть дизельная в которой ты реально просто прыгнул и поехал ну любой километраж и ты понимаешь эти набака должно на 1000 километров мой красный рэм это был такой автомобиль если у меня был бы красный рэм я думаю что мы гораздо больше путешествовать и в минск мы поехали просто на одном баке туда обратно сгоняли сейчас на одометре у нас 13 тысяч 420 километров с момента как мы поехали пугачев когда мы выехали я уже наездил то есть если брать вместе с поездки пугачев уже 4000 километров если бы у меня сейчас была машина подменкой я бы вообще с кайфом бы ездил бы на подменке потому что рэм эта машина не повседнев кто хочет купить рэм на повседнев но ребят я вас огорчу нет нет даже закрыты заслон очка даже на гражданской резине но вы устанете на нем ездить понимаете просто иногда хочется что-то прям просто посесть и потихонечку поехать еще а еще все равно какая-никакая медийность есть и машину как я обещал я сделал мир самым узнаваемый тирекс в москве в россии ну да я думаю что да ты покупаешь на вебарке воды до батончиков нас дожди такие простые по красавчик возьми большую чтобы всех было чтобы если чё жопку вытирать нужно вот это бери аура ауру 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 обязательно нужно взять что-то бодрящее потому что ехать в ночь произведение искусства классический вкус горелой энерджи еще у компании вышел без сахара ссылочка в описании ребят а ты же покупаешь обычно менял по печенюшки печенюшки по вкусу но у меня с собой есть хочу гречи там это я взял чечевица с овощами его пахалом стал обратил внимание в чем москве очень дорогие ценники по сравнению с пугачёвым там и так далее вообще глубинками вообще в минске мы зайдем помнишь тома где борщ ели я вот сейчас уже очень давно не ел говна всякого вот там не говно там элитное питание мы там поедим борща ребят я говорю я вообще люди блять текут на у литр воды 30 50 рублей литр бензина 60 рублей а блять объясните я может тупой стране где больше всего пресной воды на всей планете продают какую-то шнягу объясните мне пожалуйста не понял прикола да это как в этом наш это типа дышать скоро будет платно на 6100 рублей больше 100 литров залезло а сколько бак на двадцать пять или сто двадцать четыре я не помню точно насколько хватает вам не хватит нам до конца поездки будем заправляться где-то искать смотреть по навигатору сейчас будем строить маршруты сразу выберем потому что я насколько помню что когда пересекаешь когда заезжаешь в республику то там связь как-то глушится ну как смысле там стена 3g переходим я нет я был по моему 18 году да на своем квадрат 800 километров туда и потом обратно еще мы там потусили ну короче там где-то мне две тысячи километров вышло мы считаем то есть ты боролся с основа я реально сражался это плохо было когда мы выехали ночью и нон-стоп дорогих и рачили короче и меня начала накрывать это в час ночи я до 4 утра у так клевал опасно мрачная тематика когда вы начинает начинать нас знаешь но час-два спишь у меня мне мне хотят 10 минут на поспать когда в грузии ездил три тысячи километров на 100 полтора суток на заправках 20 10 минут поехала дальше но такое больше не хочу кататься на севике я 10 тысяч отъездил что мозги миски очень прикольно было тогда чистенько аккуратненько я заметил там молодежь очень подтянутая вот это вот это прям я вот мальчики девочки они прям такие прям ну в хорошей форме причем в большом соотношении очень много было я аж удивился мне очень нравится что там скромные и да особенно по девочкам усмотрим все такие скромные такие все какие-то домашние в большинстве своем понятно что везде есть с низкой социальной ответственности но процент того какой там девочек хорош ну как бы я респектую поэтому вот блядская она их как бы еще не коснулась слава богу а самый разратный город из так сказать наверное из нгшных это питер питер да ладно да ты чё ты посмотри там сколько хоть там молодежи гей на гей ёмой сейчас ездили последний раз с тобой за ручку идут целуются сосутся волосы крашеные я думаю не москва надо тут может их как бы искать из-за того что народу больше их здесь больше но как бы я не осуждаю чем хотите ребят ваше дело я просто вот как бы вот да просто если про семейные ценности брать это мое оценочное суждение никому не навязываю какие плюсы ты знаешь в беларуси я знаю что погода чистота еда природные какие-то вот у них есть нюансы они очень сохраняют а так не уходя я больше за людей везде все где я не был бы люди люди крутые там чего ничего не говори крутые люди макс корж я помню как когда он только появился как его засирали блять как над ним стебались знаешь а вот блин а мне вообще очень понравилось как он поет у него там да много горы по колено малый повзрослел ну как бы нам нет на этом горы по колено человечек малиновый закат вот эти в топе которые все то есть если мы берем допустим какой-нибудь этот где фамин пил хай-фай знаешь там золотистые они добрые текста добрые какие бы они там не были кем был не был мне вообще без разницы иван дур мне очень нравился вообще просто я не знаю все там типа иван дурн круто поел добрый добрые тексты то есть вот музыка оттуда без мата без блядства вот меня прямо еще очень сильно нравится и вот у коржа вот он современник он до сих пор современник и у него как бы я ну не знаю может есть какие-то отдельные треки но у него нету там значит сосать эту заванты прочим прочим то сам бай мне такого если бы у меня была бы финансовая возможность покупать например по тирексу в месяц я бы вероятнее всего тоже его использовал бы на все сто процентов ну прям долбил бы мне бы было два один бы наверное был супер заряженный по мощности а другой бы был бы стоковый но на котором можно выехать реально просто знаешь прям устроить ай-яй-яй тебе когда говорю ай-яй-яй это реально заехать в грязь болото прыгать на нем наш папаш не прохерачить допустим пугачёв уехать настолько он уже всяко понятно что это стоковый мотор и все опять же немногие на этой машине куда-то поэтому дальняк чет ее испытывать как мы там добить долбить по горам потому что машина должна использоваться по назначению по прямому и от привержения стола и до зная что у нас все это закончилось и сейчас хочу обнулить если даже у меня был бы кулина я бы на кулине не поехал пугачёв мне вообще похер если бы у меня был бы ferrari я должны ferrari попробовал то пугачёв доехать просто по приколу вопрос удобства если было бы это ли удобно честно у меня очень я думаю у вас наверно у всех есть такие фантазии думаю у тебя когда ты да там на родину приезжаешь на какой-то заряженной тачке думаешь что сейчас вот все оценят какой крутой никто не порадуется никто не порадуется сто процентов и даже вот когда я приезжал на чужих машинах то есть я брал машины у дилеров все равно их же приписывают тебе быть самым модным парнем на деревне это не то что быть модным парнем в своей стране если вы стремитесь к какому-то уровню не советую зацикливаться на этой идее приехать домой выпендринуться какой-то крутой на какой машине то есть например поездку пугачёв сейчас следующий который мы будем планировать я вообще хочу что на самолете долететь и там в саратове где-то взять машины в аренду и все самый простой нормальный тачки кстати напишите все пахнет воздух свободный от санкций на мая заверну политический юмор она начинаю нет нет конечно друзья как не фартануло иметь бренд пейнт киллер как раз таки под мото тематику в которую я сейчас максимально погрузился бренд который поднимает тестостерон поднимает взгляд девочек когда вы идете мимо бренд который поднимает вам респект это пейнт киллер внимание к деталям внимание качество это те вещи под которыми я подписываюсь потому что я сам его ношу мое имя положено на этот бренд посмотрите на этот новый свитшот вам для понимания просто что такое внимание к деталям каждая вещь здесь продумано вот эти бронзовые клёпочки все вот эти вот мелкие детали все вот это вот муть я вам просто объясняю своим доступным языком ребят потому что вещи реально получается эксклюзивные вещи получаются качественные ну и материал из которой мы их делаем мы просто даем прикурить всем брендом аналогом ушедшим и существующим на рынке россии ребят ссылочки в описании вот это вообще это очень круто завод же старый до 1870 мало того что сохранили так еще и посмотри что здесь смотри просто выборы свой фирменный магазин и продукция завода напрямую не какая-нибудь фуфлумицына знаешь там который три года идет с завода до полок а здесь реально просто смотри вообще мама сюда послала зачитаю кирилл будь добр купи зефир бобруськи побольше не откажи в просьбе написала мне матушка мастер зефирных дел хит-продаж бери все чё по кайфу маленькие грибочки лисюх твое подарки бобруськ рулит ребят я не знаю если хотите я думаю много с русских городов ребятишки кто хотели бы знать и видеть как бы выглядел их город если бы продажные суки не все не распилили 90-х приезжайте в беларусь заехать и в какой-нибудь город бобруськ или что-нибудь похожее посмотреть как бы мы выгодить я проще сутки прорвожу параллель с пугачевым где была куча предприятий где всяких гандонами конченые проспилили все для специально банкротились не так зефир я не знаю что попробую я не помню я давно сладко не любишь да но и люблю но конечно без сахара же их почти не то что мы сейчас здесь сделали сделка века называется как украл не нет нормально вспомни сколько мы взяли в турции и насколько в турции сладости в турции было очень дорого ммм блин как будто бы знаешь помнишь как в этих в охотнике с привидениями там был этот такой мишленовский призрак большой обжирал но как будто вам с ним засосался хочу поделиться мнением с выводами мошки здесь такие же как москва и как во всей россии в принципе ничего нового фокс стоит бензин очень интересно я думаю плюс-минус такой же наверное дороже дорога классная как кайфую с дороги нам доехать до минска два бака это где-то 13 тысяч рублей на четверых любом случае экономия но машины не к нам все а че она дает она того стоит она даете кому скажи люди классные здесь они другие вообще и скажу что очень красивые нации очень прям такие смотришь они все такие другие внешка ты тоже красивый глядь посмотри красный грузин да в принципе есть пригла глаза радуется чё поехали дальше глаз радовать мы сегодня другую гостиницу перемещаемся завтра у нас двое съемок но это у нас будет влог в локовое я думаю отдельно и все до заза у нас двое съемок такой влог средств про беларусь жалко в бобруйске малки снимали ни хера город не показали но никитка рассказал что там было какие заводы предприятия за камерой для жалко про бобруйскому очень сняли наш сервис там круто но не сняли потому что у нас были две других схемы буйный грузин в минске сейчас поснимаем такую фишку я подсмотрел в артемии лебедева а там он записывал про компанию six сейчас я вам запишу про называется отель виктория филиал ада на земле если вдруг путешественник и не хотите омрачить впечатление о прекрасном городе минска республики беларусь прекрасные жители которые реально классные вот если вы всего этого не хотите никогда в жизни никогда в жизни не заезжайте в отель виктория в помните сегодня было у меня плюс 35 закрыто отхно не открывается вентиляция не работает но все мои мольбы пожалуйста переселите выясните спал на полу потом по итогу хотел бы нормально заплатили еще денег вот я впервые в жизни вообще своей впервые понять своей жизни я оставил отзыв нефиг не езжал вот конченое но не едьте никогда не вздумайте пользуюсь возможностью то что мы сейчас беларуси будем открывать карту которая с которой будет работать apple pay все будет прекрасно санкции нахуй почем из-за границы можно и короче ну кайф бессмысленно оказалась затея потому что невозможно пополнить нормальным образом невозможно пополнить в мт банке то есть вы можете пополнить спи тупи перевод там с казахстана 15 процентов комиссия 500 белорусских рубля ограничения нас россия у вас нет никакой возможности перевести тенисе киеве как-то миви ты короче я шлемрол обычно там ел там вот эти криво точнее задвижение ну ты счастлива и когда меня видишь это видишь такой тепленький пахнет вкусно макдональдс это черниса еды вкусно и вкусно рыбные движения это наверно в ладос куриные барин вкусненько прикольно слушай прям достойно мало макдональдса тебе было девочка что все все прощения да ладно почему закончилось решение очень много россия как-то россия любезь больше отмечайте обратно свою россию как будто бы слегка крепче стал ебать он крепкий просто стал как балтика старые рецептуры вот начало вкуса прям вас в конце был ромбой чуть-чуть нормально я щас вдохнул от испарения чуть не слег я могу пенеть быстро почему от 4 градусов выглотни пожалуйста да нет просто взял я прям вдохнул и так вот что такое не знаю но это вкусно это варенье а вот это что такое это шпика есть как тебе выглядит интересно вкусно вкусно сверх копченая курица это когда как скоптилось и еще раз коптилось когда на высоко солнце потом попала еще раз коптить а так они супер нежные отдельное сочетание картошки лука и укроп а вот это попробовать тоже вкусно но маму вкуснее выехали из гостиницы славянская очень крутая круче чем виктория в тысячу раз реально и отношения людей там вообще и накормили нас и напоили поспали мы с кайфом минск восхитительный город люди здесь крутые не хотите себе испортить ощущение не заселяйте это лектория просто доно днищенское минская просто ничего не сделали для того чтобы просто хоть хотя бы извиниться вопрос даже какие там уж там уж речь не один гард там какие-то эти просто поэтому но сейчас едем в новополоцк что находится в 230 километрах от минска там живет илья луковец там у нас будет 1-2 ролика ильей и уже мы будем ехать обратно в сторону московушки от новополоцка до москвы они цена взяли даже сказали он типа а ну-ка остановить еще штрафы проверим на нарушение кто по жизни все даже штраф нет законопослушным да вообще проблем нет никаких я предлагаю сейчас вот с этой камерой прям туда в будку зайти короче сказать я я имею право снимать там че-нибудь такое и они там начнут ругать не такой я надеюсь сейчас нормально все будет потому что на границе всегда такое хотя меня в грузии узнавали и таки бегу братишка это было прикольно когда я обратно ехал с грузии заезжал в россию слушай нас ждет очередь есть но мне кажется это грузовые сейчас там может проверяют мы проведем быстро гадаю на какую сумму мы накатали здесь смысла нет ты чё мы же законопослушные какие штрафы нет мы вообще по правилам ездим да это глобу посадили за руль он начал хасани ваш километров на 20 максимум нарушит 21 момент номер раз не нарушайте правила дорожного движения момент номер два если вам таможенник сказал что нормально печетом они все равно все не придут штраф не верьте как бы может быть и не придут но вариант выехать у вас немного то есть практически не есть а какая-то одна дорога сейчас не объяснил что через которую если мы на питер как-то выезжали бы то там бы скорее всего мы бы не попали она черт побери стоило бы того чтобы там выехать чтобы не попасть на сумму кругленькую сумму озвучила еще нет 68 тысяч российских рублей это за три дня покатушек момент номер три или четыре если в россии у нас получается превышать можно на 20 то тут на 10 момент номер пять если вам то же самое говорят местные правоохранители когда братан да ладно что-то все равно там ничего не придет блять пойдет вам вот хлопнут на границе как бы примерно бюджет весь поездки по бензину и проживание мы сейчас отдали просто мы сделаем мы как это мы сделали x2 подкупает блин ксаш ты едешь две полосы в одну две полосы в другую мы утром заезжали когда ну ноль тут просто ты едешь 250 километров дороги и ни одной машины когда я говорю ни одной это значит вообще ни одной просто нету вот так вот две полосы как эти охренительно ровная это просто это просто едешь